ПЕРЕМИ Такой вид микробизнеса в целом. Взаимодействие предпринимателей с городской властью и общая роль этого бизнеса в современной городской среде. Это направление для беседы в рамках программы «Ракурс». Я Антон Шибанов. Здравствуйте. Гости нашей студии Аксой Рикеева, начальник управления по развитию потребительского рынка администрации Перми Виктор Щипалкин, заведующий кафедрой архитектуры Академии войне изучества. Но, кроме того, к нашей беседе чуть позднее подключится еще один эксперт. Я представлю его позже. Господа, я вас приветствую. Здравствуйте. Аксой Юрьевна, вопрос, прежде всего, к вам. Пресс-служба Пермской мэрии, городской администрации говорила о том, что порядка 300 объектов этой нестационарной торговли в городе снесены. Это действительно так. На сегодняшний день у нас в добровольном порядке снесено 256 объектов и в принудительном порядке 59. То есть надо, наверное, сказать о том, что когда начался такой массовый снос объектов, у нас вообще ежегодно демонтировалось 100 объектов, 100-120. И в этом году, когда предприниматели поняли, что идет демонтаж по всему городу одновременно, 256 объектов предприниматели демонтировали в добровольном порядке. А вообще, Виктор Петрович, ваше мнение, вот такой вид торговли, личное ощущение меня, мое, как гражданина города, как горожанина, что такая некая примета времени сложного экономического, их стало больше, больше и больше и больше. Должно ли быть так в современном мегаполисе? Наверное, любое подобное явление, оно отражает экономическое состояние страны. При этом Россия не единична, она, наверное, на опыте других стран проходит тот же путь. То есть, становление крупных торговых центров начинается как раз вот с этих мелких единиц. То есть, на пути следования от транспортного узла до дома выстраивают сначала ларечки, потом, накапливая прибыль, люди вкладывают их уже в какие-то одно-двухэтажные магазинчики, потом они связываются воздушными галереями друг с другом, чтобы, так сказать, объединить доступность между ними. Потом перекрываются кровли, и таким образом получаются торговые центры. Вот Великобритания, одна из первых, прошла этот путь. Но мы на этот путь вступили, слава богу, в 90-х. А они в 50-х, после войны сразу. А ныне-то уже 21-й век, второй десяток. Так случилось. И слава богу, что это началось. Чем раньше мы начнем, тем позже, вернее, тем раньше из этого и выйдем в состояние. То есть, на сегодняшний день первый этап, я считаю, завершился. То есть, от сознательно бесконтрольного достаточно установки их, вызванных только близостью к пути реализации. Мы перешли уже к сознательной их установке, распределению мест. И самое главное, есть достойные материалы, которые могут вписать их в ткань города. То есть, если первые киоски, а мы их сделали много, было порядка 10 архитекторов, которые порядка 70% сделали. Я в том числе. И мы набирали опыт. То есть, это было очень быстрое решение каких-то творческих задач. Быстро придумал, быстро построили, быстро посмотрели, хорошо это или плохо. Это определенная тренировка была. Но материалы были самые примитивные, то есть, крашеный металл. Часто проекты, вернее, реализация была не по проекту, ввиду того, что это было или дорого, или сложнее. Мне кажется, из того, что было под рукой, то из того и варили. Да, да, да. То есть, был материал в городе, я говорю, это в основном был черный металл. Его красили в лучшем случае, в самом лучшем автомобильной краской, дорогой. Сейчас появился сайдинг, появился люкобонд. То есть, те материалы, которые используются на зданиях. Но, позвольте, давайте мы все-таки не о материалах, а об объектах торговли. Аксу Юрьевна, как много ларьков, павильонов сегодня в Перми? У нас в схеме на сегодняшний день 1155 объектов. Заключено порядка 700 договоров. Еще есть договора, которые на нестационарные торговые комплексы. То есть, реально у нас тысяча объектов в городе. Давайте обратимся к опыту соседнего Екатеринбурга. Нас часто сравнивают с этим городом. На связи с нашей студией заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребрынга и услугам Владимир Юрьевич Боликов. Владимир Юрьевич, сколько в вашем городе объектов подобных нестационарной торговли? Добрый вечер. Наверное, в два раза больше у нас схемы. 2160 объектов внесено в схему 2017-2018 года. К сожалению, тоже есть несанкционированная торговля. Цифра плавающая, порядка 300 объектов, как минимум, в городе Екатеринбурге необходимо выносить. И те объекты, которые по каким-то причинам не попали в схему 2017-2018, тоже должны быть расторгнуты договоры и вынесены в течение 2017 года. Ситуация примерно такая же, как и в Перми. То есть это все-таки мы считаем пережиток 90-х. И в наше время такая торговля должна остаться только там, где она логична, где она адекватна, где не хватает торговых площадей, где маленькая обеспеченность, где она несет какую-то социальную нагрузку и так далее. — Владимир Юрьевич, в центре Екатеринбурга, опять же, мое личное мнение, может быть, я не в том центре бывал, но тем не менее ларьков-то там нет. Какими силами удалось добиться-то таких результатов? — Мы аналогично, как и вы, наши соседи, проводим моторботу не первый год по выносу объектов. Конечно, сначала с Срединного кольца, так называемого утюга, есть у нас такая граница улиц в центре города. Поэтому, да, наверное, количество киосков, павильонов сокращается сначала в центре города, а потом пойдем от центров на периферию. — А конечная задача какая? — Конечная задача — свести до минимума количество несационарных объектов, оставить там, где они действительно необходимы в настоящее время. В первую очередь, пока мы, допустим, оставляем остановочные комплексы, которые несут в том числе и социальную нагрузку, павильоны, киоски, цветы, вода, мороженое, периодическая печать. Вот, наверное, вот эти приоритеты мы пока сохраняем, все остальное, я думаю, что в ближайшие годы необходимо демонтировать. — Владимир Юрьевич, можете обозначить какие-то конкретные сроки, может быть, год, ну, такая задача, да, внутри администрации Екатеринбурга, что, мол, вот к этому году ларьков быть не должно. — Ну, во-первых, у нас знаковый этап — это чемпионат мира по футболу. В 2018 году, поэтому все прилегающие улицы к центральному стадиону, вся уличная дорожная сеть должна быть подготовлена к этому, и в том числе и по мерам безопасности. Поэтому, в первую очередь, к 2018 году мы ликвидируем сегодня стационарку в радиусе, который нам организаторы предписывают вокруг центрального стадиона, где будут проходить четыре матча. Это первый этап, 2018 год. Я думаю, 2019-2020 год — это оптимальное количество нестационарных объектов должно остаться на территории города Екатеринбурга, потому что, ну, не создают они больше внешнего вида и не несут той нагрузки социальной, которую несли ранее. — Владимир Юрьевич, я благодарю вас. Если время позволяет, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Господа, что скажете? Мнение уральских наших, так сказать, соседей. К 2020 году для себя я услышал, да? К 2018 год, но у нас-то только как тренировочная база будет теперь им использоваться, да? Мотив-то, стимул-то нам где найти, чтобы подтолкнуть предпринимателей к тому, чтобы они как-то вот... — У нас было решение Думы, которое в 2013 году предусматривало типовые проекты и типологию нестационарных торговых объектов. — То есть не отказ, а приведение к некому единообразию? — К единообразию, причем в разных территориальных зонах города. То есть в центре были одни, чуть подальше другие. Но, к сожалению, этот проект был предпринимателями оспорен. Федеральной антимонопольной службой в наш адрес было вынесено решение о том, что мы налагаем лишние финансовые трудности для предпринимателей. Поэтому вот от этих типовых проектов нам пришлось отказаться. Они сейчас у нас на сайте администрации размещены как рекомендуемые. Но мы пошли немножко другим путем. Мы внешний архитектурный облик сейчас регулируем с помощью наших торгов. То есть у нас две формы торгов. Это аукционный конкурс. Вот киоски и павильоны у нас размещаются по результатам конкурса. — В принципе, у нас есть некие эскизы на тему того, как могли бы выглядеть павильоны, ларьки и прочие заведения нестационарной торговли. Сейчас режиссеры, если можно, нам покажут. А я бы хотел, чтобы Виктор Петрович прокомментировал вот те изображения, которые мы сейчас увидим. Вы являетесь разработчиком? — Ну, скажем так, коллектив нашей кафедры при участии студентов. То есть в прошлом году ДГА администрации города предложила нам поработать над этой темой. И вот студенты на практике под нашим руководством выполнили несколько вариантов по нашему заданию, которые можно вот здесь сейчас видеть. Одно-двухэтажное. — Видны решения вполне такие себе в стиле модерн или вопрактике? — Ну, они разные. Вот этот, например, можно для окраин. Что-то такое более свободное. Здесь более регулярный он, да, такой классический. Вот. Овальный был. Более мягкий по форме. Вот. То есть это, скажем так, тестовые варианты, на основе которых можно, так сказать, сформировать мнение о том, что хорошо, что плохо. То есть мы воспринимаем это так. — Аксо Юрьевна, я знаю, что вы вот эти вот эскизы видите также впервые. Можно сказать, что некая премьера, да, в эфире нашего канала. А оценка ваша? — К чему-то, конечно, вот к таким двухэтажным, нестационарным торговым объектам я как житель не готова. — Владимир Юрьевич, если нас слышите, как вы считаете, вот такой вид павильонов, ларьков приемлем? Или все-таки ставим крест на этом и движемся в сторону европейского опыта? — Я все-таки не профессиональный специалист в архитектуре, хотя департамент архитектуры и администрации города Екатеринбурга тоже разработал типовые проекты, в частности, остановочных комплексов, павильонов, киосков. Есть некая типизация. Вопрос пока обсуждается, окончательно не утвержден. Но где-то, наверное, в каких-то районах города они приемлемы, где-то нет. — Но однозначно в спальных. — Да, я думаю, в спальных, где они востребованы. И все-таки я бы с центральных улиц города все объекты, которые сейчас стоят, начал убирать. — Владимир Юрьевич, спасибо большое за ваше мнение. Господа, каким путем-то пойдем? — Ну, есть мировой же опыт. То есть я побывал во многих странах, так сказать, Европы, да, и, значит, во многих городах России. Значит, Пермь не выделяется чем-то особенным. Да, мы идем в русле того, что у нас в стране происходит. В Европе там все, скажем так, в рамках тех предложений, которые, значит, есть в Екатеринбурге, все соответствует примерно к этому. То есть выделяются 2-3 функции, которые необходимы, значит, по доступности. И они реализуются. То есть это газетные киоски и цветы, например, в первую очередь. Ни о каких колбасах речи не идет. — Но есть же еще и такие случаи, когда те же самые павильоны размещают не на муниципальной земле, а на земле, которая принадлежит ТСЖ. Но внешний облик-то они также портят. Портят облик, без сомнения. — Есть ли инструменты, конкретизирую вопрос, есть ли инструменты у муниципалитета сегодня, чтобы влиять на тех предпринимателей? — У муниципалитета инструмента влияния на предпринимателей, которые расположены на немуниципальной земле, нет. Потому что собственник земельного участка сам определяет, чем он будет заниматься. Но тут, наверное, ТСЖ должны подумать, нужно ли им вот это. — А можно ли привести какие-то цифры, каков доход в целом от таких объектов в бюджет города? — Да, конечно. — Мне хочется просто сравнить затраты, которые несет городской бюджет по демонтажу, по хранению дальнейшему этих киосков и теми поступлениями, которые мы имеем на сегодняшний день. — На сегодняшний день у нас поступление в этом году порядка 35 миллионов доходов от размещения инстационарных торговых объектов. — Более того, если говорить о том, что мы сносим и на этом все заканчивается, это не так. У нас в прошлом году было принято решение Думы, которое предпринимателям продлило преимущественное право. То есть тот предприниматель, который добросовестно исполнял условия договора аренды, он спокойно может заключить договор по преимущественному праву на размещение дальше. А потом, согласитесь, что это был достаточно смелый шаг главы администрации, главы города теперь уже, когда было принято решение за два месяца демонтировать все незаконные объекты. — А почему именно сейчас, кстати, было принято это решение? — Я думаю, что это... — Средства остались в бюджете или... — Новый глава города, смелый и динамичный. И если наградой за его смелость будет комфортная жизнь города, это же здорово. — Как бороться-то вот с предпринимателями? — Ну, у нас есть... — Спрашиваю вас сейчас не как архитектора Изотчева, а как Пермика. — Ну, я как раз как архитектор Изотчев бы ответил. То есть у нас есть градостроительные регламенты, есть регламенты по правилам землепользования города Перми. Они вполне способны отрегулировать все эти вещи. — А в частности, о каких пунктах и нормах? — Ну, нет. У нас есть виды разрешенного использования, условно разрешенного использования. И в этих рамках нужно что-то исключить, переместить, дополнить. Все будет в порядке. — Аксуерина, может быть подключать сюда распотребнадзор, пожарных, энергетиков? Ведь зачастую предприниматели не только не платят налоги, но и, извините, воруют электричество, допускают продажу каких-то товаров, продуктов в антисанитарных условиях. — Ну, вот это вот все на самом деле регулируется законностью размещения. Потому что, допустим, вот тоже преимущественное право, о котором я начала рассказывать, оно заключается на основании, когда у предпринимателя нет нарушений никакого законодательства. То есть, если у него было нарушение законодательства в сфере продажи алкогольной продукции, это является основанием для отказа. То есть, мы пытаемся регулировать, мы пытаемся поощрять законность размещения предпринимателей на территории города. — Что еще необходимо сделать для того, чтобы навести порядок в этой отрасли микропредпринимательства? Ваше мнение, как эксперта, вы достаточно давно занимаете вот этот пост в городской администрации. И было время-то разобраться в нюансах и проблемах. — Мне кажется, мы вот, знаете, так медленно... — Если можно кратко. — Но целенаправленно мы все равно идем к наведению порядка. Давайте вспомним, даже вот 7 лет назад, что было. — Что было? — У нас было 2500 объектов на территории города. — В Екатеринбурге тоже было. — А сейчас у нас 1100. — А в Екатеринбурге к 2020 году вообще их не было? — У нас на сегодняшний день незаконных объектов 40. — 40? — Да. — А все остальные незаконные основания? — Вот на сегодняшний день у нас демонтированы все незаконные объекты. У нас на сегодняшний день в реестре 41 объект. — Так, может быть, пора что-то менять и в законном размещении предпринимательства? — Ну, вот мы к этому... Я услышала коллегу, кстати, очень ценные, на мой взгляд, предложения. Действительно, это можно регулировать зонированием, увеличить количество зон, где размещаются инстационарные торговые объекты. Но, опять же, я руководитель управления по развитию потребительского рынка, да? И, наверное, говорить о том, что демонтировать все и прийти к тому, чтобы у нас был ноль на территории города, это некорректно. И, наверное, для жителей города это не будет хорошо. — Спасибо. Я благодарю вас за ваше мнение, за то, что нашли время для нашей беседы. Гости в нашей студии — Аксо Рикеева, начальник управления по развитию потреб-рынка администрации Переми, Виктор Щепалкин, заведующий кафедрой архитектуры Академии военно-изучества. Кроме того, на видеосвязь нашей студии выходил замглавы администрации Екатеринбурга Владимир Боликов. Спасибо, что выбираете РБК. И до встречи в нашем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова